Продолжение следует... Я решил изменить название, и сейчас оно называется «Перспективы нового использования препаратов для профилактики и лечения костных метастазов». Предшествующие докладчики, особенно профессор Манчук и профессор Русаков, отмечали уже, что помимо костных метастазов и уменьшения костных осложнений, есть данные, которые показывают, что модификация структуры костя может иметь и определенные последствия с точки контроля опухоли. Есть пара опубликованных работ, которые относятся к той дискуссии, которую мы сегодня ведем. То есть уже упомянута международная группа, и я там указан первым человеком, поскольку в моем имени 2А. И вот там данные были рассмотрены, которые пока не пересмотрены, несмотря на то, что появились новые препараты на ЗОМАП. И скоро появится работа уже с пересмотренными данными, с включением этого препарата тоже. Что касается ракомолочной железы, то, конечно, есть рекомендации АСКО, совсем свежие, и в них говорится, что костномодифицирующие препараты – это и бисфосфонаты, и даже в рекомендациях АСКО говорится ибодронат, поскольку ибодронат пока ФДА не зарегистрирован, и часто вообще не забывают об этом важном препарате. Но в любом случае был сделан вывод, что и бисфосфонаты, и на ЗОМАП в глазах этого комитета являются вещами одинаковыми. И Journal of Clinical Oncology ввел активную переписку по этому препарату, поскольку были показаны какие-то его преимущества. И кроме того, мы отметили, что что касается лечения рака, группа ПИДЖИ занималась как раз ракомолочной железы, отмечает уменьшение, ведет развитие остопени, остеопороза, и поэтому нужны какие-то рекомендации по применению профилактических препаратов, таких как бисфосфонаты и на ЗОМАП. И профессор Русаков также говорил о том, что очень важно рассмотреть, при рассмотрении этого вопроса, участие ракопрестательной жми. И рекомендации Европейской урологической ассоциации говорят, что такие пациенты должны получать препараты для защиты скелета, когда у них понижается уровень тестостерона. И на ЗОМАП был зарегистрирован в Европе по этому показанию, поскольку были проведены соответствующие регистрационные исследования. Мне кажется, что все докладчики говорили о том, что костмодифицирующие препараты являются важными для контроля костных метастазов. Все это началось с бисфосфонатов, и все эти препараты сравнились либо с плацебо, либо уже с существующими препаратами помидронейт, как был случай золидроновой кислоты, и было показано их преимущество по сравнению с плацебо или же по сравнению с помидронатом для золидроновой кислоты. Кроме того, и об этом уже говорилось, в каких условиях мы должны их назначать. То есть, когда уже костные метастазы появляются, когда мы уже радиологически подтверждаем наличие костных метастазов, но больные не должны страдать от боли. Вся идея заключается в предотвращении прогрессирования данной ситуации к возникновению боли. Поэтому нам не нужно ждать до этого момента, когда боль уже появляется, а, к сожалению, это так и делают в некоторых местах. Нет, нет, мы должны начинать лечить сразу же при развитии костных метастазов, поскольку... Таким образом, новый набор здесь, собственно говоря, это Денозумаб. Этот препарат в настоящий момент уже доступен уже во многих странах мира. Денозумаб. Два разных вида показаний для этого препарата, либо для профилактики тех последствий, которые связаны с понижением, собственно говоря, окружающей среды. И так называемый пролио, такое вещество, это на рынке так называется, каждые шесть месяцев его используют. И, соответственно, есть еще и более интенсивный вид терапии, тот же самый препарат. Он используется в двойной дозе, 120 миллиграммов, и ежемесячно. А затем основное изменение, это еще X-Geva, это тот же самый препарат. Просто по-разному называется и концентрации, собственно, и то, как он используется. Один раз в шесть месяцев, когда вы используете для профилактики остеопения и остеопороз, или ежемесячно, если речь идет о метастазах кости. Деносумаб – это не бесфосфонат, это антитело, полностью гуманизированное антитело, которое, безусловно, будет влиять на то, что мы называем легандами ранкл. Это один из путей проведения сигналов между остеокластами и опухолями в кости. И если мы блокируем этот сигнальный путь, мы блокируем, собственно, активность остеокласта, и тогда мы оказываем пользу, собственно, пациенту. И критерий эффективности – это, конечно, активность против остеокластов. Точно так же, как и бисфосфонаты, но механизм другой. Это просто профилактику оказывает, предотвращает вот этот сигнальный путь. Мне кажется, данные, которые действительно чрезвычайно интересны по Деносумабу, связаны именно с тем, что происходит в исследованиях, нацеленных на потенциальную профилактику метастазов в кости. Но первые данные, которые получены по поводу метастазов в кости, это, собственно, та тема, которую мы с вами будем обсуждать, это набор из трёх исследований, которые были проведены по сравнению с самыми хорошими наличествующимися препаратами, ну, то есть залидроновой кислотой, например. Исследование было проведено, соответственно, там, 4 миллиграмма внутривенно, каждые 4 недели. Вот такой стандарт залидроновой кислоты. А Деносумаб подкожно вводился каждые 4 недели в дозе 120 миллиграммов. И можно подытожить эти исследования этими кривыми. Исследование было проведено конкретно для рака молочной железы слева. Посередине вы видите данные для рака предстательной железы, а справа для всех остальных солидных опухолей, включая множественную миелому. Вы также видите, что есть красная кривая и синяя кривая. Это указывает на появление событий, связанных с скелетом, с костями. И я очень скоро остановлюсь на них. И когда мы говорим об этом исследовании, после некоторого первоначального периода, в течение нескольких месяцев, когда не было никакого различия между этими двумя видами терапии, появляются все-таки различия в пользу контролирования вот таких явлений, связанных с изменениями в костях, благодаря динасумабу. Очень важно понять, что в исследовании по множественной миеломе были некоторые также неожиданные последствия у пациентов с множественной миеломой. И в сущности увидели даже увеличение количества смертей в группе множественной миеломы, пролеченных динасумабом. Поэтому необходимо помнить, что не нужно пользоваться динасумабом у пациентов с множественной миеломой. Эти данные были проверены дополнительными исследованиями, поскольку объяснить это не представлялось возможным. В конце концов, вероятно, что это просто может быть случайное наблюдение, но дополнительные данные требуются. Но во всяком случае, рекомендации на сегодняшний день динасумаб для множественной миеломы не применять. Многие говорили уже о том, что вот эти события, связанные с изменениями в скелете, может быть, не так уж и важны. Есть вот эти самые те события, которых число мы понижаем. И вот динасумаб по сравнению с золидроновой кислотой в данном случае, посмотрите, пожалуйста, это не только то, что касается боли, то, что связано с болью, в отношении боли. Действительно, мы видим, действительно, эффект динасумаба. А вот, например, переломы. Действительно, те события, которые могут ухудшить не только качество жизни пациента, а вообще жизнь пациента, поскольку мы знаем, какая корреляция между переломом и смертью пациента. Однако, нет никакого различия, вообще никакого различия вот в этих очень больших исследованиях с точки зрения выживаемости, как беспрогрессивной выживаемости, так и общей выживаемости у всех этих пациентов, независимо от того, какой препарат они получали. По многим причинам мы ожидали, что будет такое различие, но мы его не наблюдали. Поэтому комитет АСКО решил, что эти препараты с точки зрения окончательной цели любой противораковой терапии, то есть улучшить выживаемость пациента или беспрогрессивную выживаемость, неразличны. Здесь в данном случае никак не различаются. Есть также некоторые различия, конечно, по профилю нежелательных явлений для этих двух препаратов. Обратите внимание, пожалуйста, я подчеркнул некоторые эти различия уже на слайде. Одно очень важное для пациента. Мы знаем, что когда начинаем использовать залидроновую кислоту, очень большой процент пациентов, особенно в ситуации адювантной терапии, показывает вот такую гриппоподобную реакцию, высокую температуру, боль в костях, которые, конечно, очень мучают. И это может длиться 48 часов. И это не так часто на Деносумабе происходит, но это происходит все-таки хоть редко, очень редко и очень незначительно. Этого, тем не менее, в больших таких проявлениях нет. Но оба эти препарата очень тщательно исследовались в ситуации с точки зрения остеонекроза в верхней челюсти, чему была посвящена первая лекция. Обратите внимание, пожалуйста, на некоторое увеличение количества пациентов, у которых был остеонекроз челюсти, когда они получали Деносумаб. И, опять-таки, правда, в зависимости от разных исследований, как правило, статистической значимости не было показано. В некоторых было показано. Но, в общем-то, эти нежелательные явления очень редки. И начинаются, и после трех лет использования доходят до 1,8%. Вот в таком количестве случаев встречается. Очень много обсуждений велось по поводу того, что, может быть, Деносумаб меньше влияет в ситуации клиренса креатинина по сравнению с золидроновой кислотой. Мы знаем, что потенциально может быть некоторое ухудшение функции канальцев из-за золидроновой кислоты. Во всех исследованиях ограниченное различие было показано с точки зрения нежелательных явлений со стороны почек. Однако мы знаем, что мы должны адаптировать действительно дозу золидроновой кислоты к клиренсу креатинина. А вот Деносумаб не надо адаптировать к клиренсу креатинина. Однако, как и показано на этом слайде, в частности, гипокальцемия и симптоматическая значительная гипокальцемия наблюдаются при терапии Деносумабом и не наблюдаются при терапии золидроновой кислотой. И это, конечно, является основанием для предупреждения, что всегда нужно быть осторожными, особенно у тех пациентов, у которых ограниченная почечная функция. И здесь Деносумаб, конечно, предпочтительный, казалось бы, препарат, но мы должны помнить во всяком случае, что витамин Д, кальций нужно обязательно доставлять в организм с тем, чтобы обеспечить нормальную терапию. Внизу на этом слайде вы видите новые раки, новые злокачественные опухоли. Видите, тенденция к возникновению новых раков у пациентов на Деносумабе. Правда, это не статистически значимо, но во всяком случае было показано и в других исследованиях в ситуации остеопороза, и некоторая дискуссия по поводу безопасности долгосрочной ведется. В настоящий момент все эти обсуждения, правда, чисто теоретические. Вы уже видели некоторые из этих данных. Они заставили многих из нас поверить в то, что действительно влияние на среду, в которой кость находится, может повлиять, соответственно, и на костную вот эту вот окружающую среду, что называется, повлияет на общую выживаемость нашего пациента с раком. Вот пациентка с раком молочной железы с метастазами. Ретроспективный анализ был проведен Аленом Липтоном. И примерно аналогичный анализ, аналогичных данных был проведен также и для рака предстательной железы. Пациенты, у которых повышен оборот костной ткани, и заледроновая кислота снижает такой вот оборот костной ткани, зеленый им показано. Вот у них лучшая выживаемость, чем и пациенты, у которых заледроновая кислота не понижает такой оборот костной ткани по сравнению с ними. Как мы знаем, у пациентов, у которых нет эффекта от заледроновой кислоты, у них деносумаб действительно снижает оборот костной ткани. Мы ожидали поэтому, что, вероятно, было бы различие в сравнительных исследованиях между заледроновой кислотой и деносумабом с точки зрения окончательной полной выживаемости пациента. Но, как вы видели, этого не произошло. Чуть ранее я уже слышал, что у нас нет достаточных данных для того, чтобы утверждать, что при раке предстательной железы беспоспонаты влияют на исход. А теперь у нас есть результаты ретроспективного анализа для рака предстательной железы. И у нас очень такие загадочные данные, очень интересные. Тот анализ, который был проведен для данных в Америке, это эпидемиологический анализ в администрации ветеранов. Это, то есть, очень пожилые мужчины, которые были пролечены американским правительством. Обычно это те люди, которые были в вооруженных силах США, и они были затем, конечно, зарегистрированы, их хорошо наблюдали. Такая очень бюрократическая система. Но она позволяет отследить ситуацию с этими мужчинами. Им, например, прописывали или нет золидроновую кислоту, наряду с той терапией, которая была им предписана по поводу рака предстательной железы. И посмотрите, те, кому золидроновая кислота была прописана, у них была лучшая выживаемость по сравнению, соответственно, с другими. Где не было бисфосфонатов. Почему вообще-то происходит? У меня нет времени, к сожалению, на всем этом останавливаться подробно. И кроме того, мы... Вы, конечно, слышали обо всем этом многое, читали об этом. Но мы знаем, что у бисфосфонатов два эффекта. Первое – это на костную структуру саму по себе, и кроме того, на остеокласты. И кроме того, вероятно, здесь есть какой-то порочный круг между остеокластами и опухолью. С другой стороны, мы также видим большое количество доклинических данных, которые показывают, что мы можем повлиять непосредственно на опухолевые клетки. Бисфосфонатами можем повлиять. В искусственной среде доклинической. Однако, это может быть связано с клиническими данными. Мы также в настоящее время... У нас есть данные по деносумабу. И эти данные... Я покажу вам некоторые из них. Может быть, вот эти вы и не знаете. Действительно, сигнальный путь передачи от легандов ранкл не только связан с остеокластами. В сущности, это опухолевые клетки, которые зависят от вот этого сигнального пути легандов ранкл. Собственно, мы считаем, что происходит вот это. То есть, посмотрите, это тот круг, это вот, собственно, раковые клетки. Затем они экспрессируют ранк, а затем вы видите костная матрица, которые вот эти вот леганды. И вот это сигналы, которые передаются оттуда сюда. Это костная матрица, опухолевые клетки. И вот такой сигнальный путь. И было проведено несколько исследований. Результаты были опубликованы в журнале Nature в прошлом году. Эти исследования показали, в частности, что модель опухоли, которая зависит от... Опухолевая модель, которая зависит от окружения. И вот в этих опухолевых клетках, которые зависят от ранкл, там может быть какая-то активность. И вот поэтому антитело такое, как Деносумаб, может подействовать. Вот это вот опухолевая модель в одном из таких исследований. Ну, мы, соответственно, здесь прогестероновый аутоцитат. И видим, посмотрите, как это происходит дальше. Вот в этой ситуации, когда мы подталкиваем процесс ДМБА, когда вы, собственно, убираете леганды ранкл, тогда, соответственно, выживаемость животных гораздо короче. Это позволяет предположить, что потенциально действительно есть возможность использовать Деносумаб с пользой в данном случае. И это происходит... У нас есть данные, которые показывают, что это, вероятно, справедливо и в отношении человека. И теперь мы уже не говорим о молочной железе, мы говорим о раке предстательной железы. Вот это исследование, которое было проведено, мужчины, пациенты, у которых был рак предстательной железы, который, соответственно, либо разбивался до ПСА выше 8, либо время удвоения ПСА менее 10 месяцев. И, соответственно, без метастазов в кости ожидалось, что у них могут скоро возникнуть такие метастазы в кости. И поэтому они были рандомизированы на либо Денозумаб, 120 миллиграммов каждые 4 недели, или плацебо. Данные позволяют предположить, что мы видим снижение в развитии метастазов в костях у этих мужчин. Однако, на сегодняшний день данные не показывают различия с точки зрения беспрогрессивной выживаемости или в общей выживаемости. И, вероятно, это связано с тем фактом, что пациенты, когда это исследование было уже остановлено, им разрушили перейти на Денозумаб. И большинство из них стали принимать Денозумаб. Поэтому, вероятно, любой потенциальный возможный эффект на выживаемость был потерян таким образом. Но это четкое указание на то, что есть возможность модифицировать исход рака предстательной железы, используя Денозумаб. Мы уже обсуждали тот факт, что у нас есть данные, что действительно такие вещества могут улучшить исход для пациентов. Но, наверное, самыми интересными были те, которые были получены в Великобритании. Это очень большое исследование для множественной миеломы. Они опубликовали свои результаты. Здесь сравнивалось золидроновая кислота с кладронатом. И вы видите, что существенное улучшение в общей и беспрогрессивной выживаемости у пациентов с множественной миеломой, когда золидроновая кислота использовалась по сравнению с кладронатом. Таким образом, вот эти данные, которые вы уже слышали в лекции профессора Манзюк, помните, у женщин в постменопаузе в исследовании АЗУР, а вы знаете, что женщины в пременопаузе никакой пользы не было показано в этом исследовании АЗУР. Но с точки зрения постменопаузы, действительно, золидроновая кислота привела к улучшению результатов по выживаемости. Вот эти данные на АСКО в этом году были представлены, собственно, уточнения по исследованию ABC-SG12. На АСКО в этом году было показано, что вот для женщин в пременопаузе, которые были, собственно, переключены, функция была выключена яичников газорелином, и они теперь не только беспрогрессивная выживаемость, но и преимущества с точки зрения общей выживаемости было для них показано. Золидроновая кислота при менопаузе, при газорелине. Таким образом, несколько наборов данных показывают нам, что нужно обязательно обращать внимание на ситуацию конкретную и преимущества для пациента, поскольку это теперь уже выходит на уровень выживаемости для определенных подгрупп пациентов. Конечно, не для всех, но для определенных групп. Эти данные еще пока не существуют для Деносумаба, еще нет таких, но два очень больших исследования, которые сейчас проводятся, с целью получить такие данные. То есть Деносумаб, будет ли он влиять на выживаемость у пациентов в адювантной терапии с раком молочной железы? И это ABC-SG18, австрийская группа, и D-Care исследования. Данные мы получим через несколько лет, и тогда, надеюсь, получим ответ на свой вопрос. Прежде чем завершить свою лекцию, мне бы хотелось обсудить с вами и другие препараты, которые скоро должны появиться, и будут они в распоряжении вас всех, собственно говоря. Альфа-Радин. Альфа-Радин, это, пожалуй, один из... Вот это было одной из главных тем месяц назад в Стокгольме, когда доктор Паркер от имени, собственно, со-исследователей представил данные по Альфа-Радину. Это радиевое лечение при раке предстательной железы с метастазами. Мы знаем, что радий, так же, как и кальций, они поступают в кость. На основании этого знания радий-223 исследовался как возможный вид терапии в ситуации той болезни, которая может возникать в кости. Таким образом, это, как бы, понимаете, какие-то клетки передразнивать, что называется. И таким образом, мы поэтому... то есть специалисты поэтому посмотрели, как это можно использовать. Уже были данные у большинства из нас... Большинство из нас их не видели, но, тем не менее, вот эти результаты, опубликованные в Lancet Oncology в 2007 году, и наверняка многие из вас их не видели, это было небольшое исследование, всего 64 пациента в целом, но потенциальное преимущество с точки зрения общей выживаемости было показано для пациентов с предстательным... раком предстательной железы, с метастазами в кости, когда они получали альфа-радин. Большое исследование на фазе 3 необходимо для того, чтобы убедить всех и, соответственно, власти для того, чтобы можно было выпустить этот препарат. И вот результаты этого исследования появились. Собственно, появилось, разномизировали пациентов, соответственно, и сравнивали радио-2-2-3 и плацебо, и сравнивали пациентов, те пациенты, которые до этого получали все гормональные виды терапии и доцитокцел, или те пациенты, которых нельзя было лечить доцитокцелом. То есть, это пациенты не на раннем этапе, а на этапе очень распространенного рака предстательной железы. Данные фазой-2 теперь подтверждены фазой-3. То есть, и с точки зрения беспрогрессивной выживаемости, но особенно с точки зрения общей выживаемости данные эти подтверждены теперь в рамках исследования на фазе-3. Прежде чем мы так сильно обрадуемся по поводу альфа-радина, не следует забывать, что у нас есть сейчас проводится целый ряд исследований для рака предстательной железы за последние 18 месяцев, которые предлагали разные препараты. Они также получили улучшение в точке зрения выживаемости в такой же ситуации после доцитокцел, например, и других препаратов, которых нет в Европе, правда. Альфа-радин также снижает риск до первого события в костях, так же, как и деносумаба. И побочные явления по сравнению с группой плацебо минимальны. Практически даже нет специфических различий с точки зрения нежелательных явлений. Похоже, что это очень безопасный, с хорошим профилем безопасности, практически без риска. Мне хотелось бы завершить свою лекцию, сказав вам о новых препаратах, которые используются для лечения или профилактики событий метастазов в костях у наших пациентов. Надо, правда, иметь в виду, что все эти данные интересны, безусловно. Просто надо думать о том, можем ли мы пользоваться ими. И надо, конечно, думать о том, какой конкретный пациент. Перед вами спасибо за внимание. У нас есть время для одного вопроса. Пожалуйста, профессор Русаков, пожалуйста, задавайте вопрос в микрофон, если хотите, чтобы мы его перевели. Тогда я по-русски. Пациент с болевыми костными метастазами, без угрозы перелома. С какого вида терапии симптоматической я должен начинать? И когда будет критерий, чтобы бросить первую линию этой терапии и начать вторую? Что лучше, с чего лучше начинать? Без фосфоната или доносумаб или обратная последовательность? Вы задаете самый важный вопрос, который на повестке дня глобальный. Ну что ж, начнем с первой части. Так что, если есть боль у пациента, на сегодняшний день все рекомендации нам говорят, надо, конечно, пользоваться анальгетиками. Как вы знаете, были исследования проведены, которые с бисфосфонатами. И с точки зрения рака предстательной железы, конкретно для высоких доз и бандроната, было показано, что у нас есть замечательная возможность контролировать боль, когда мы начинаем пользоваться бисфосфонатами. Правда, это требует некоторого времени, прежде чем подействует. А до того, как подействует, надо пользоваться анальгетиками обезболивающими. Что касается Деносумаб сначала, или самый лучший бисфосфонат раньше, или в другом порядке, но самый лучший бисфосфонатов залидроновая кислота на сегодняшний день, это вопрос трудный, должен признаться. Если бы был хоть какой-нибудь намек с точки зрения различия беспрогрессивной или выживаемости, общей выживаемости, мы все бы руководствовались этим сигналом, этим намеком, но этого нет, этого намека нет на сегодняшний день. Поэтому у нас две возможности. Первое, данные, которые были получены в этих двойным слепым методом проведенных исследований по Деносумабу изолидроновой кислоте показывают, что у нас лучше контролируются метастазы в кости Деносумабом после первых нескольких месяцев, но это должно нас привести к пациентам, у которых более длительная продолжительность ожидаемой жизни, более одного года. Может быть, тогда у них надо пользоваться Деносумабом, надо понимать, какой перед нами пациент, какая ожидаемая продолжительность жизни, при условии, что, опять-таки, мы учитываем также и стоимость, с тем, чтобы это было бы сравнимо с таковой для азолидроновой кислоты. Только надо быть очень осторожными. Этот анализ стоимости надо принимать во внимание такой момент. Все события, связанные с костями, вообще все дорогостоящие, это все что-то несет за собой. Поэтому, может быть, и даже это вероятно, что у вас будет 120 миллиграмм Деносумаба будет стоить несколько больше, чем 4 миллиграмма азолидроновой кислоты. Но, в конечном счете, подсчитав все это дело для системы здравоохранения, стоимость будет такой же, а может быть, даже ниже при Деносумабе у пациентов, у которых, правда, длинная ожидаемая продолжительность жизни, потому что вы уменьшите количество метастазов в костях, и таким образом вы получите то, что вы потеряли бы, если бы вы пользовались вот этим более дорогостоящим препаратом. То есть, вот это надо иметь в виду, к сожалению, в США стоимость экс-джива очень высокая, и у нас есть данные, которые были представлены на встрече АСКО, и показывают, что анализ стоимости в Америке в системе США показывает, что вот вроде бы высокая стоимость Деносумаба, но это американские данные, надо посмотреть все-таки в наших странах, как это будет, для них вроде получается дорогостоящим. Спасибо. Спасибо. Продолжим закинуть в наше сердце. Спасибо за внимание.